Я встречался, встречаюсь с ними. Поверьте, надо видеть этих людей, няги виноваты в том, что сложилось там, они заложниками оказались в судьбе. Мы когда с подвалов выскочили свои, найдем в капочках, в домашнем палате, что можно в сумку хозяйственном скидали и так ее поехали. Поэтому люди вообще в большинстве делали, в основном, работоспособные семьи до 50-45 лет, в большинстве с детьми, с другими, с детьми. Поэтому расселяем, наша задача, конечно, оказать их поддержку. Здесь уже у вас сейчас на территории Берска 360 человек расселено. Вот такая ситуация. Ну, надеемся, что, дай Бог, эта ситуация уладится. А испытаны ли они к нам благодарны за это? Это какие-то слухи? Не-не, эти слухи разные, правда. Я тоже вначале меня даже насторожил. Начинаем. Да-да. Нет, знаете, как, извините, все внешние безорудования все разговаривали. Ну, по крайней мере, вот общался, сколько очень доброжелательно, словами благодарности, что спасибо, что приютили. Во-первых, расселяли, в нормальных условиях, не какие-то такие вот, санаторий, лыгеря, пьянерские, в которых было полного-годичные, которые мы туда, в Китае трехразовое, бесплатные, денег, по крайней мере. Вот, представляем, сегодня уже человек, наверное, 400 устроились на вакансии, представили, какие есть по городу, там, отсюда. Устраиваются кто там, вот, кто-то приехал, например, шахторы. Вот, здесь ничего не можем пока привыкнуть. Тем не менее, так ищут. Вот, поэтому, вот вчера в Северном я был, тоже приехал, 20 человек. Там, две многодетные семьи, очень трудяй. Пока работать так сложно, помогают людям картошку копать, там, ну, чтобы заработать немножко. Ну, знаете, фермы готовят в зиме, там, что-то такое. Поэтому нет, пока, конечно, есть кто там, допустим, предлагают там перечень, ну, где можно пойти. Вот, ну, там, средняя зарплата, что-то, не 25, не пойду, 35, не меньше. Ну, есть такие, ну, у вас, там, ну, да, 35, наверное. Вот он, он проедет, там, 35 заработал. Да нет, ну, и есть такое. Ну, это, да, да. Вы знаете, перекосы, может быть, еще и потому, что средства нашего информации иногда искажают факт. И тогда население, не понимая вот этой ситуации, говорит, ну, какой-то так вот по 800 рублей в день выдают на руки. Я говорю, где вы это слышали? Потому что вот и в образовании такие вот, все равно выходит. 800 рублей – это компенсация, компенсация с генеральным бюджетом за проживание. За проживание за это человеком. Да, и не то. Мы, ну, по тысяче науки выдали, как мер. У тебя проезды, там, для телефона, знаете. Да, сегодня люди благодарны, очень собирают много вещей. Детей в школу владеют, там, много вот сами. Ну, добрые, добрые люди. Да, да, да. Понятно. Мы интересны.